25 мая 2020 года в США полицейские убили при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие вызвало волну народного гнева и привело к новому всплеску активности движения BLM – Black Lives Matter. Уже несколько лет темнокожие по всей Америке протестуют против полицейской жестокости и расизма. Эти протесты вызвали дискуссию во всем мире. У многих возникают вопросы, в чем вообще может быть причина этих событий. Ведь рабство отменили больше 150 лет назад. Какие претензии могут быть у современных афроамериканцев? Откуда взялось рабство и почему с его отменой проблемы не закончились? Давайте разбираться. Если вам нравятся наши видео по истории, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим роликом. Парадоксально, но некоторые историки считают, что появление рабства было признаком гуманизма. Дело в том, что несколько тысяч лет назад любые военные конфликты заканчивались геноцидом проигравших. На этом фоне рабство действительно выглядит более гуманно. На рабском труде жили и процветали почти все великие империи древности. Самый известный пример – Рим. Сотни тысяч рабов трудились на огромных плантациях богатейших землевладельцев. После падения Рима рабство в Европе пошло на спад, но ненадолго. Еще в XV веке португальцы и испанцы колонизировали новые земли и использовали там рабский труд. Так, на Канарских островах были созданы плантации сахарного тростника, на которых заставляли трудиться местное население. Затем европейцы столкнулись с африканскими монархиями, практикующими рабство и работорговлю. Сразу сложился взаимовыгодный союз. Государства Западной Африки продавали рабов Португалии и Испании и получали за это большие деньги, а европейцы использовали рабский труд для сбора дорогих культур. Но на тот момент масштабы еще были небольшими. Все изменилось, когда европейцы открыли Америку. В XVI веке они быстро начали колонизировать новые земли, и им было нужно, чтобы кто-то на этих землях работал. Сперва они пытались эксплуатировать коренное население, но получалось это с переменным успехом. Кого-то удалось отправить на плантации рудники, но многие сопротивлялись или просто сбегали, ведь они прекрасно знали эти места и все тайные тропы. Тогда-то испанцы и португальцы вспомнили успешный опыт рабского труда на Канарах. Началась одна из самых страшных и жестоких эпох в истории человечества. За несколько столетий из Африки в Америку было вывезено около 13 миллионов человек. Из-за ужасающих условий перевозки, болезней и антисанитарии почти 2 миллиона погибло еще в дороге. Конечно, европейцы не сами устраивали рейды, чтобы взять в плен рабов. Этим занимались местные королевства Западной и Центральной Африки. Множество людей погибло в ходе войн, устроенных ради того, чтобы продать иноземцев и соплеменников европейцам. В ходе работорговли смешивались народы с разными языками, историей и культурой. Разрушались семьи. Людей увозили за тысячи километров от родного дома. У них не было никакой возможности сбежать или скрыться от своих владельцев. Их цвет кожи становился универсальным маркером. Любой темнокожий — это по определению раб. Если он находится не на плантации, его надо туда вернуть. Трансатлантическая работорговля нанесла огромный удар по человеческому капиталу Африки и разрушила судьбы десятков миллионов людей. Вопреки распространенному мнению, почти все рабы направлялись не в будущее США, а прежде всего в Бразилию и на острова Карибского моря, где были огромные плантации сахарного тростника. В Северную Америку попало около 500 тысяч африканцев. Рабство стало одной из самых трагичных страниц в истории США. Его последствия мы ощущаем до сих пор. Со стороны, может быть, нелегко понять, почему движение BLM так важно или как темнокожая русалочка помогает бороться с расизмом. Для этого нужно знать историю страны. В этом поможет наш курс «История Америки от Колумба до 21 века». Никаких домыслов, только проверенная информация. Слушайте лекции фоном, пока гуляете или занимайтесь своими делами. А промокод TRY даст вам неделю бесплатного доступа к этому и другим курсам. Переходите по ссылке в описании. В Северной Америке рабство стало одним из столпов экономики. Южные колонии существовали за счет продажи экзотических культур – табака, сахара, хлопка. Все это собирали темнокожие рабы. На Севере рабство было распространено не так сильно. Здесь общество было достаточно свободным и развивалось за счет фермерского труда и зарождающейся промышленности. На юге же узкая прослойка богатых землевладельцев получала огромную прибыль от рабского труда. Во время войны США за независимость от Великобритании многие афроамериканцы поддержали восстание. Они ожидали, что получат свободу. Но реальность оказалась более жестокой. Чтобы сохранить хрупкое единство новой страны и задобрить элиты юга, рабство отменять не стали. А решение этого вопроса отодвинули на пару десятков лет вперед. На самом деле вполне возможно, что рабство отмерло бы само из-за экономической невыгодности. Сбор хлопка был чрезвычайно трудоемким и сложным занятием. Еще сложнее было его очищать. Европейцам было гораздо проще закупать более дешевые ткани у других производителей. Но случай и история внесли свои коррективы. Во-первых, в Британии в начале 19 века началась промышленная революция. Стране понадобились тысячи метров ткани и тонны хлопка для развития промышленности. А в США Элай Уитни придумал машину Cotton Gin. Это изобретение стало роковым для миллионов темнокожих рабов в Америке. Машина отлично очищала хлопок и сделала рабский труд в десятки раз более эффективным. В результате рабовладельцы стали получать огромные прибыли, которые им и не снились раньше. Теперь уже точно нельзя было и подумать об отмене рабства в стране. Многие в США считали рабство негуманным. Так появилось движение аболиционистов. Они яростно протестовали против принудительного труда, всячески помогали афроамериканцам и участвовали в политике. Противоречия между Югом и Севером нарастали. И все же какой-никакой баланс поддерживать удавалось. Но в 1861 году президентом США был избран Авраам Линкольн, который четко дал понять, что серьезно настроен отменить рабство. Южные рабовладельческие штаты заявили о своем выходе из Союза. Началась гражданская война. Многие думают, будто ее главной причиной был конфликт из-за прав штатов. Но дело было именно в рабстве. В 1862 году Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов. А после окончания войны поправка к Конституции отменила рабство. Отмена рабства не принесла афроамериканцам мира и покоя. На юге их продолжали дискриминировать. Были приняты законы Джима Кроу, лишавшие темнокожих гражданских прав. Вводилась сегрегация. Афроамериканцы не могли получить образование, собственность, найти работу, над ними постоянно издевались. Действовал куклу Ксклан, убивавший темнокожих. На севере такого не было, хотя и там продолжал существовать бытовой расизм. Около ста лет после отмены рабства афроамериканцев почти не считали за людей. У них было очень мало возможностей для самореализации. В 1950-е и 60-е годы началось движение за гражданские права. Молодые афроамериканцы не готовы были мириться с унижениями и притеснениями. Пожалуй, самым известным борцом за права темнокожих стал Мартин Лютер Кинг. Он проповедовал всеобщую любовь и принятие, призывал не отвечать насилием на насилие и действовать мирно. Его речь «У меня есть мечта» навсегда вошла в историю. Мартин Лютер Кинг был жестоко убит в 1968 году. Эта трагедия многих убедила в том, что бороться с несправедливостью ненасильственными методами невозможно. Но и до смерти Мартина не все были согласны с его мирными планами. Организация «Черные пантеры» действовала с применением сил. За суровые методы выступал и исламский духовный лидер Малькольм Икс. Миллионы темнокожих участвовали в борьбе за гражданские права. Они устраивали демонстрации, марши и пикеты. Лишь в 1964 году они добились своего. Были приняты законы, запрещающие сегрегацию и лишение гражданских прав. Но столетия расизма не могли исчезнуть в никуда по щелчку пальцев. Многие продолжали негативно относиться к темнокожим. Тяжелым оставалось и экономическое положение афроамериканцев. Из-за десятилетий притеснения у многих не было жилья, собственности. Остров стал вопрос полицейской жестокости и предрассудков. Офицеры продолжали подозревать всех людей с темной кожей в преступлениях даже без каких-либо доказательств. Расизм все еще остается одной из сложнейших проблем Соединенных Штатов. Движение BLM возникло не просто так. У темнокожих до сих пор намного меньше доступа к качественному образованию и высокооплачиваемым рабочим местам. Они чаще подвергаются преследованию полиции. Рабство оставило глубокую рану на сердце США. И мы надеемся вместе с Мартином Лютером Кингом, что любовь победит злобу и все смогут жить в мире. Чувствуете острый недостаток систематизированных знаний по истории? Профессиональный курс «Мировая история» — то, что вам поможет. Забудьте о непроверенных статьях в интернете и унылых учебниках. Наш профессиональный курс — это 111 часов лекций, акцент на людях, а не на сухих датах, дополнительные материалы и увлекательные практические задания. Тесты после каждого блока и вечный доступ. Приобретите курс со скидкой 25% по промокоду PROFI. Все подробности по ссылке в описании.